Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 июня. Житие во святых Отца нашего Никифора-исповедника Патриарха Цареградского. Великий поборник благочестия святой Никифор родился в Цареграде от благочестивых и богобоязненных родителей Феодора и Евдокии. Отец его сподобился исповеднического венца, потерпев раны и изгнания за почитание святых икон. В царствовании Капронима он занимал должность нотария по тайным царским делам, и на него, в злочестивому царю, поступил донос, что он благочестиво почитает святые иконы, поклоняется образу Спасителя, Пречистой Богоматери и всех святых. Царь немедленно призвал к себе блаженного Феодора, подверг его допросу, и, убедившись в справедливости доноса, долго принуждал его оставить икону почитания. Когда же раб Христов не оказал повиновения царской воле, то после жестоких побоев был сослан на заточение в город Молин, брошен здесь в ужасную темницу, в которой страдал за правоверие. Спустя несколько времени его снова призвали в Царьград, и еще упорнее понуждали склониться к ереси, проповедуемой царем. Но он остался, как адамант, твердым в благочестии, соглашаясь скорее принять раны и смерть, чем нарушить церковные законы и предания святых отцов. По повелению беззаконного царям снова был подвергнут различным жестоким мучениям и снова же постан в изгнание. Проведя в Никее узником и страдальцем шесть лет, он отошел ко Господу в вечную свободу блаженной жизни. Супруга его, честная Евдокия, была участницей всех бед и зол своего мужа, последовала за ним в изгнание, страдала в узах, не разлучаясь с ним ни телом, ни духом. По кончине мужа она возвратилась в Царьград и богоугодно проводила дни свои, как подобало христианской вдовице. В течение этого времени сын ее Никифор после изучения наук получил при царском дворе должность отца своего. Затем блаженная Евдокия сподобилась увидеть своего сына сначала в ангельском образе, а потом и в святительском сане. Тогда, возблагодарив Бога, она удалилась в женский монастырь, постриглась в иночество и после богоугодных подвигов приставилась ко Господу в маститой старости. Блаженный Никифор, о котором наше слово, был святой ветвью от святого корня, отцовцов материнских, воспитанный в благочестии, возвращенный в добронравие и наставленный на богоугодное житие, он проводил лета юности целомудренно, великом воздержании, и был исполнен при мудрости внешней и внутренней, мирской и духовной. Он изучил в совершенстве не только книги еленской любителей мудрости, но и божественное писание, красноречивый оратор, украшенный всякими добродетелями, отличавшийся разумом и добронравием. Он был любим и почитаем всеми. Возмужав Никифор в царствовании льва сына Капронима, был удостоен сана царского советника и соблюдал правоверие посреди зловерных, поклоняясь святым иконам и других, приводя к тому же богомудрыми увещаниями. Когда же по смерти льва в царствовании его сына Константина и матери последнего Ирины созван был в Никее Седьмой Вселенский Собор против иконоборщеской ереси, тогда блаженный Никифор, будучи еще мирянином, оказал существенную помощь заседавшим на соборе святым отцам, как человек мудрый и весьма сведущий в божественных писаниях. Как мужу выдающейся знатности ему было поручено говорить на соборе от имени царя. Таким образом, еще до епископства он явил себя исповедником и учителем православия, пострамляя еретиков при решении спорных вопросов, за что и ублажали и благословляли его святые отцы собора. После этого собора Никифор еще несколько лет оставался в мирском почетном сане царского советника, потом, убедившись, что труд для суетного и мятежного мира не приносит пользы душе, он видел, что во дворце начинаются раздоры между сыном и матерью. Никифор, пренебрегаясь суетной славой, оставил высокий сан, удалился из города и поселился на одном дальнем и безмолвном месте, при Босфоре Фракийском. Там он начал уединенно трудиться для одного Бога, в молитвах и посте, примясь к своему спасению. По прошествии некоторого времени он построил церковь, собрал иноков, образовал монастырь. Сам еще не нося иноческого чина, уже трудился он как инок, испытывая себя, может ли переносить подвиг иноческий, полный скорбей, жизни. И жил он так много лет, почти до половины царствования Никифора. Никифор царствовал с 802 по 811 год. По отшествии ко Господу, святейшего патриарха Цареградского Тарасия, блаженный Никифор Мирянин по внешнему виду и совершенный инок по жизни, был избран на патриаршество и в то время впервые принял чин иноческий, а затем сначала был рукоположенного пресвитера, потом, против своего желания по убеждению царя Никифора, в самый пресветлый день Святой Пасхи был возведен на престол архиерейский. И украшал он Святую Церковь учительным словом и добродетельным житием, исправляя развращенных, утверждая правых и отгоняя еретиков, как волков от словесного стада. В те годы шла война у греков с болгарами, и царь Никифор, отправившись на войну, был убит. После него царствовал сын его в Ставрикии, но недолго, всего два месяца, потом умер. После Ставрикии принял в царство благочестивый муж Михаил, прозываемый Рангав, который ранее имел сам Керапалата. Через два года его угнал левый армянин, похитивший скипетр греческого царства. Святейший Никифор послал к этому хищнику, до венчания его на царство, епископов с исповеданием православной веры, прося нового царя подписать своей рукою, по обычаю прежних благочестивых царей, обещание содержать неизменно догматы святой веры, изложенные в том исповедании. Лукавый и лицемерный царь на словах показал себя усердным к благочестию и обещался подписать исповедание, но только не ранее венчание. Когда сказал он, будет на меня возложен венец царский, тогда подпишу. И поверили этой лисице. Вместо исповедания благочестивой веры, льстец подписал тайно принесенную ему еретиками книгу, повинуясь более подобным себе хищным волкам, чем истинным пастырем. Потом с великой пышностью и славою царской вошел он в соборную Софийскую церковь. Когда же совершался обычный чин венчания царского, и святейший патриарх возлагал венец на голову, его недостойную, «Открыл Бог святейшему патриарху, каков будет этот царь, ибо возлагаемый царский венец превратился в руках патриарха, как бы в венец терновый, и остриями болезненно колол руки архиерея, который их познал, что это служит знамением предстоящего вскоре гонения и мучительства от того царя, о чем с душевным сокрушением и изъясил свой клир». На другой день по венчании святой Никифор снова просил царя исполнить обещание, подписать исповедание правоверия, следуя примеру прежних благоверных царей. Но лев уже вступил на путь лжи и, оскверняя царскую порфиру, решительно отказался исполнить предложение святителя. Прошло несколько времени, царь начал явно хулить святые иконы, вооружившись не против врагов, отовсюду наступавших на грекицы и опустошавших ее, но против икон Христа, пречистой Богородицы и всех святых, и против поклоняющихся им. Собрав к себе в царьград всех епископов и пресвитеров за разные вины, по правилам отлученных от служения у божественного алтаря, он дал им места в царских палатах и, питая их, как откормливая их зверей, снизкил через это расположение тех, кому Бог чрева. Царь часто беседовал с ними, поучаясь иконоборной ереси, и советовался, каким бы способами восстановить хульный догмат против икон, отвергнутый Седьмым Вселенским Собором. Чтобы удобнее склонить их к единомыслию с собой, он обещал им не только возвратить прежние звания, которых они были лишены, но еще и увеличить им почести, надменные милостью царя они начали усердно помогать ему, всюду тревожа преследований правоверных. Именем царя они собрали из всех мест бесчисленное множество книг и сообща рассматривали их. И если находили какую-нибудь книгу еретическую, написанную против икон, то принимали охотно, как честное Евангелие, хранили у себя. А если встречалась книга, написанная против иконоборной ереси, то они немедленно, как мерзость, бросали в огонь и сожигали. Потом царь повелел всем греческим епископам собраться в Царьград на собор. Епископы отправились каждый из своего места и, прибыв в город, являлись по обычаю к святейшему патриарху Никифору. Царь же повелел немедленно захватывать таких епископов и ввергать в темницу. Тех из них, которые под страхом навлечь на себя его грозный гнев и преследование, склонялись к еретическому единомыслию с ним. Он освобождал от уз и темниц и удостаивал почести, а непоколебимо пребывавших в правоверии, бесчестно угнетал узами, мучил голодом и жаждою. Весьма многие под влиянием страха присоединялись к единомыслию с царем, и еретическое сонмище приобрело значительную силу. В же учитель начале дерзновенно и невозбранно распространять по всем церквам свои хульные учения, склоняя народ не почитать святых икон. Истинных же учителей православия они изгоняли из церквей, причиняли им зло и даже самого святейшего патриарха богогласную трубу пытались принудить к молчанию и возбранить ему вход в соборную церковь. Служитель Божий святой Никифор, слыша и видя все происходящее в церкви, непрестанно со слезами молил Бога. Да сохранит он церковь свою непорочную и да соблюдет стадо свое невредимым от еретиков. Призывая к себе многих правоверных, он увещевал их, просил и наставлял не соединяться с еретиками, избегать закваски и учения их, как укушения и хидны, не устрашать все лютого времени и угроз мучителя убивающего тела, а не душу. Если, учил он, и весь народ за старем уклонится в ересь, и лишь немногие останутся верны правой веры, то все же оставшиеся пусть не смущаются своей малочисленностью, ибо Господь благоволит немножеству. Он презирает на одного боящегося и трепещущего Слова Божия, более чем на множество пренебрегающих страхом Божиим. По своему слову Евангелия «Не бойся, малое стадо, которое благоволил отец ваш, дать им царство». Потом святейший патриарх создал к себе известнейших архиереев Эмилиана Кизишеского, Есимия Сардийского, Иосифа Числоницкого, Евдоксия Морейского, Михаила Синацкого, Фефилакта Никомедийского, Петра Никейского и многих других святых отцов, в счастье которых был Феодор Студит, Никита Игумен Медийский и другие правоверные мужи. После долгой беседы с ними о почитании святых икон, введенной на основание Божественного Писания предания святых отцов, он отправился с вечера в соборную церковь Святой Софии и начал всеночное пение, моля Бога о неспослании мира церкви и об избавлении ее от ереси. Царь, узнав о том, смутился и испугался, как бы патриарх не поднял мятежа против него среди народа. По множеству собравшегося в церковь на всеночное пение, он знал, что народ любит патриарха и что все охотно будут повиноваться ему даже до готовности умереть за него. И вот на рассвете царь посылает церковь к патриарху сказать, «Зачем ты смущаешь народ и строишь колу против царя, который желает общего мира и единомыслия? Зачем возбуждаешь на мятеж безумных людей и крови междоусобной раки хочешь наполнить царствующий град?» Святейший патриарх отвечал посланным царя, «Ни о чем подобном тому, что вы говорите, мы и не помышляем. Даже на ум нам никогда не приходило то, что о нас думает пославший вас царь. Мы собрались в дом Божий не для какого-либо враждебного царю совета, но на славословие Божие, на моления и мольбы. Да умилостейся Бог и оградит миром церковь Твою, царя и весь народ, да упразднит теоретические шатания, а всех утвердит в единомысленном правоверии». Посланные сказали, «Нет, не так это, как ты говоришь. Одно говоришь ты устами, а другое помышляешь в сердце Твоем, и помышляемое хочешь привести в исполнение. А так как ты явно собираешься восстать против царя, то самые Твои единомышленники при наступлении дня идите в царскую палату, и там отвечайте самому царю на предложенный нами вопрос, чтобы и царь мог обстоятельнее узнать о Ваших намерениях». Так сказав, посланные ушли. Все бывшие в церкви, видя и слыша это, поняли, что будет потом. Какое гонение и зло! Предстоит перенести служителю Божией всей церкви Христовой. И начали молиться еще усерднее, со многими слезами и воздыханиями. По окончании всеночного обдения святейший Никифор вышел на середину церкви и получал во всеуслышание. «О, собор, собранный Духом Божиим! Кто ожидал, что святая церковь подвергнется таким бедам, какие теперь мы видим? Вместо радости испытывает она печаль и от тишины переходит в смущение. Посущая на доброй пажите словесное стадо терпит хищение от развратившихся, и Матерь, увещевающая всех част своих единомыслию, раздирается на части. Та церковь, которую Христос приобрел честной Своей кровью, которую сохранил в чистоте от всякого порока, оградил апостолами, пророками, мучениками и святыми всех чинов, и показал, как край украшенный и огражденный стенами. Какие беды терпит она ныне от людей, которые по внешности подобны нам, а на самом деле отстоят далеко от нас, сделались врагами нашими, и до того дошли в своей злобе, что вместе с образом наносят бесчестие тому, кто на нем изображен, и вместе с написанным на доске ликом Христом отвергают и самого Христа. Ибо как честь, так и бесчестье творимые образы относятся к тому, кто изображен на иконе. Ныне враги правды уничтожают древнее церковное предание о почитании святых икон и узаконяют новое противоположное прежнему изобретенной еретиками, и тем смущают души верных. Братья и чада, Молю вас, не будем боязливы и малодушны, угрозы их да не ужасают сердец наших. Будем ожидать Божьей помощи. Враждующие против нас и стремящиеся истребить в церкви правду, подобны плывущим против быстрин речных, они в конце концов окажутся в глубине от изнеможения, ибо истина неодолима, и увенчивает почитающих ее, побеждая ратующих против нее. Кто ее держится, тот и безоружный одолеет врага. Кто ее лишился, тот легко будет побежден, хотя бы и был вооруженным на брань воинам. Свидетели наших слов те, о которых мы говорим, они не имеют никакого познания истины. Над ними смеются даже отроки, учащие букварь. Ибо они противоречат сами себе в своих суетных мудрствованиях, как бы съедая, подобно беснующимся, свою плоть. Разумеете ли, что я говорю, братья? Все присутствующие в церкви воскликнули, «Знаем и убеждены, святейший отче, что вера наша православная и есть истинная, и за нее мы все готовы умереть». Патриарх сказал, «Подобает нам, братья, пребывать согласными и единодушными в исповедании православной веры, чтобы наши противники не могли ни одного от вас, от нас, отторгнуть к своему злочестию. Ибо благодати Христовой нас больше, чем их». Люди, взывая громким голосом, снова давали твердое обещание стоять за церковь даже до смерти. После продолжительной беседы с народом в церкви, святейший патриарх при наступлении дня возложил на плечи амафор и с бывшими при нем епископами, игуменами и со всем клиром отправился в царские палаты. За ними пошло также много народа. Когда же патриарх с православными достиг дворстовых ворот, то все были удержаны, пропущен был один только первосвятитель. Обыкновенно греческие цари принимали благословение от патриарха и взаимно целовали правую руку в знак духовной любви. Злощестивый же лев армянин не оказал входившему патриарху обычного почтительного приветствия, но попросил его благословения, даже не предложил ему сесть, сесть, не попросил его благословения, и даже не предложил ему сесть, но грозно смотря на него, начал говорить с гневом, что это за раскол возник среди вас и на царскую честь ков и восстания. Без нашего ведома собираете соборы, смущаете народ и возбуждаете его, побуждаете к волнению и мятежу. Собирать без нашего соизволения и совета собора и распространять в народе, будто мы держимся зловерия, а не царского учения. Не есть ли явная вражда и начало раздоров? Если бы мы хотели искоренить право и называемые вами древними уставы, то своевременно было бы нас хулить, уничижать и обвинять в злочестивой ереси. Теперь же, когда из любви к правоверию мы желаем истребить раздоры и несогласия, и всех привести к единству веры, зачем вы хулить и нас, враждуете и говорите, будто бы мы обижаем церковь, между тем, как мы печемся о ее мире и тишине. Разве ты не знаешь, что много народов смятения отторгается от церкви ради того, что иконы пишутся и поставляются? Отторгающиеся приносят книги и показывают в них слова Божественного Писания, которыми возбраняется делать иконы и почитать их. Если на возбуждаемые ими вопросы не будет ответов, то что воспрепятствует разделению в вере, которое уже никогда не прийти в соединение? Поэтому ради тех, кто волнуется умом и смущается недоумением, подобает вам немедленно иметь прение с этими отторгающимися от церкви из-за икон. «Наша власть желает и повелевает, чтобы или вы опровергли и привели их в ваше мудрование, или побежденные в споре сами им покорились. Тогда и мы, увидев, где истинно присоединимся к лучшей стороне и утвердим ее нашей царской властью, чтобы таким образом стоять ей непоколебимо». Святейший Никифор отвечал царю, «Нет, молю Твое Величество, не считай нас виновными в расколах и мятежах. Даже молитвы, как оружием против старской Твоей власти, мы не пользовались, ибо от Божественного Писания научились молиться за царя, а не желать ему зла. Также не обращаем мы в еретическое умствование и пагубу здравых слов и учений веры, ибо дерзающих делать подобные дела, повелевает учитель правды, святой Иоанн Богослов, не принимать в дом и не приветствовать». Второе Иоанна 10. «Достоверно известно не только нам, но и всякому, кто обладает малейшим смыслом, что мир и тишина – дело весьма доброе. Если кто бывает виной в нарушении мира, того по справедливости все должны назвать злодеем. Тот царь добр, который умеет обращать брани в мир и мятежи в тишину. Ты же с единомыслниками Твоими задумал навести брань на церковь, пребывающую в мире, и оставив святые законы, по которым прославляется крест Христов и благочестие озаряет светом Вселенную. Предложил вести помраченные учения пагубных людей, которые ни одна из церквей не принимает, ибо ни Иерусалим, ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия не отвергает икон Христа, Пресвятой Богородицы, апостолов и прочих угодников Божиих. Но, напротив, благочестиво почитают их по преданию святых отцов, которые из теленских соборов, утвердившие духом святым догматы православной веры, одобрил и принял иконоборное мудрование. «И ты, царь, поэтому не восстанавливай отвергнутую ересь и не вводи в святую церковь уже осужденного мудрования. У нас же с серетиками премий не будет, ибо какая нужда припираться о том, что уже было соборно, святыми отцами опровергнуто, отвергнуто и предано анафеме?» Царь возразил на это святейшему патриарху. «Ни Моисею ли Бог сказал, не сотвори себе кумира, ни всякого изображения, ни того, что на небе вверху, что на земле внизу, и того, что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». «На каком же разумном основании вы пишете иконы, и ту честь, которая подавает самому Богу, воздаете созданным вами образам и иконам? Что и злопоклонники делали старину, то и вы теперь делаете, пренебрегая заповеди Божии, данные Моисею, а через него и всем людям, не только древним ветхозаветным, но и нам, новоблагодатным, верным христианам». Святейший Никифор отвечал, «Разве ты не знаешь, зачем израильтянам по исходе их из Египта была дана Богом заповедь не творить кумиров и всякого подобия? Затем, что жизнь в Египте приучила израильтян к нечестию и идолопоклонническому многобожию. Египтян, которые боготворили то неких людей, давно же умерших, то птиц небесных, зверей земных, гадов, рыб и различные чудовища, делали подобие их и поклонялись им. Как истинному Богу, чтобы искоренить в израильтянах идолопоклонство, которому они навыкли в Египте, Бог дал им заповедь о нетворении кумиров не всякого подобия, но не возбранил творить честные образы иконы, которые служат не к уничижению, но к умножению богопочитания. Ибо не повелением ли того же Бога Моисей создал в Кинию и оковал со всех сторон золотом ковчег завета, в котором хранились, скрижали жезл, ауронов и манна? Разве не повелел Бог сделать золотых хирургимов и поставить их над кивотом в Кинии? И по завесам в Кинии разве не были вытканы подобие лиц хирургимских? И все это разве не почиталось израильтянами как честное и божественное, а перед всем этим разве не поклонялись израильтяне Богу, не приносили жертвы? Когда же они кланялись и приносили жертву перед Кинией и Кивотом и хирургимами, то ни Кинии, ни Кивоту, ни хирургимам поклонялись и приносили жертвы, но самому Богу, живущему на небесах. В Кинии же и Кивот с тем, что было в нем, и подобие хирургимов посчитали честно, как предметы божественные, а не обогатворяемые, как и мы на ине поступаем, поклоняясь святым иконам, зажигая перед ними свечи и устрояя лампады. Ни доске и ни краскам мы кланяемся на самому лику Христа, воплощенного Бога, изображенному на иконе, и не божество Христово пишем на иконе, ибо оно, как невидимое и непостижимое, неизобразимо, но натертываем человечество Христово, некогда виденное человеческими очами, осязаемое руками, и не называем иконой Христовой Богом, но и изображением лица Христа Бога. Христу Богу, перед Его святой иконой, мы поклоняемся как Богу, по икону Христово почитаем, как предмет божественный, но не обожаем ее. Подобное должно сказать и об иконе Пресвятой Богородицы, и о прочих святых, в которых почитается самый Бог, дивный во святых своих. Но натябь о Ветхозаветнем мы еще не кончили. Разве не повелел Бог Моисею вознести в пустыне медного змея, чтобы люди, укушенные змеями, приходили и вздирали на него? И не был ли тот медный змея чудотворным образом чудесно, исцелявшим тех, которые терпели укушение от живых змей? Ибо тот змей имел целебную силу не сам по себе, но от того, кого прообразовал. Прообразовал же он Христа Спасителя нашего, которому должно было вознестись на древо крестное, по слову, сказанному потом самим Христом в Евангелии. Как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит вознесенному быть сыну человеческому. И что удивительного в том, что и ныне святые иконы бывают чудотворными, если еще в Ветхом Завете от медного змея творились чудеса. Но как этот змей творил чудеса не сам по себе, но силует того, кого прообразовал, так и святые иконы бывают чудотворными, силы изображенного на них лица. Вспомним еще и храм Соломона. Изменил ли Бог Соломону в грех то, что в созданном храме сотворил он иных, кроме сделанных Моисеем, больших золотых херувимов, изобразил подобие их по стенам, столпам и дверям и сотворил неодное море на двенадцати из военных валах? Не только Бог не изменил этого Соломону в грех, но даже показал, что это дело благоугодно ему, когда сам посетил тот храм, и все, что в нем было написано, облако наполнило храм Господне, и не могли иереи стоять и служить от лица облака, ибо исполнилась слава Господне храм. Итак, упомянутые раньше тобою, о царь, заповедь, закона Божия о нетворении всяких подобий, данные Моисею, уничтожают только языческое идолопоклонство, а не наше христианское благочестие, почитание святых икон. Если бы Бог этой первоначальной своей заповедью также запрещал совершенно всякое писание и подобие честных лиц, как запрещал изображения нечестивые, то противоречил бы сам себе, повелев потом Моисею, как было сказано, создать скинии и ее принадлежности, да еще и вознести исконного из меди змея. Но так говорить не подобает, не противоречит Бог самому себе, и как верен во всех словах своих, так свят во всех делах своих. Он заповедовал словом не творить языческих кумиров, изображать же для церковного украшения славы Божией святые иконы. Этому научил делом. Сам на это, настаив Моисея, повелел изобразить подобие хирургинских лиц. Так и многое другое говорили царь и патриарх о святых иконах, сначала наедине, потом были допущены внутрь и стоявшие за дверьми епископы и клирики. Вошло и много сенаторов. Еще царь вызвал туда вооруженных воинов с обнаженными мечами на устрашение тех, кто не хотел согласиться с ним. Что там было, какие рассуждения, какие величия души и смелость обнаружили безбоязненные сердца. О том написано в житии преподобного Феодора Студита 11 ноября и в житии святого Никиты исповедника в третий день апреля. Кончилось же все это гневом и яростью царя и изгнанием с бесчестием из царской палаты патриарха и всей дружины его. Епископы, бывшие при святейшем Никифоре, немедленно были посланы на заточение в различные места. Но патриарх был до времени оставлен на своем месте, отчасти потому, что они решались окончательно сделать ему зло, отчасти из боязни, как бы народ не поднял из-за него восстание и мятежа. Клириков же многих из монашеского чина мучили в темнистых и узилищах ранами и морили голодом и жаждой, принуждая к ереси. Святейший патриарх, видя, что царь вполне отпала в правоверие, и церковь весьма смущена, чин же духовный подвергается гонении и страдает, написал к царице увещевая ее подать царю необходимый совет прекратить такое гонение. Писал также и градоначальнику Евтихиану, единомысленному с царем, и первому советнику его, движимой ревности апостольскую и пророческим духом, он к увещаниям присоединил и следующее строгое слово. «Если не перестанете совращать с прямых путей Господних, карающая рука Господня будет на вас скоро». Однако святой патриарх не только не мог убедить упорных, но даже подвиг их на большую ярость. Царь послал одного патриция Фомуга отнять у патриарха управление Соборной Церковью Святой Софии. «И не запускай, чтобы патриарх служил в ней и говорил по учению к народу, так что патриарх в своем доме был как в заточении, никуда не выходя. От печали и от многих подвигов он изнемог телесно, впал в недуг и лежал на одре болезни, ожидая кончины своей. Еретическое же сборище не переставало волноваться и желало с ним прения. Послан был от царя и от единомышленников его брат-цариц именем Феофан, сам с Пафари, носитель царского меча, к святейшему патриарху, чтобы привести его для прения с ними. Святой отвечал посланному. «Пастырь, лишенный овец, не выходит на рать против волков, а ищущий себе здравия не борется со зверями. Зачем вы отняв у меня вверенных мне Христом овец, призываете меня на прения, чтобы я один боролся с еретиками, как с волками? Если вы этого желаете, то возвратите мне овец моих, отпустите из уз и темнив священников и клириков, и пусть каждый примет свое место, да будут возвращены из их знаний архиереи, и да примут вновь свои престолы, находящиеся ныне на иных, на их местах, еретичествующие лжеепископы, неправильно возведенные, да будут извержены, и все правоверные, гонимые и страждущие, да получат отдых от гонения и первоначальную свою свободу. Тогда, если будет угодно Богу, если я выздоровею, мы будем готовы соборно обличить принятую гибельную злобу еретичествующих. Собору же и беседе о вере следует быть соборной великой церкви, где сам Христос Бог присутствует в пресистых тайнах, а не в царских палатах, ибо о церковном должно рассуждать в церкви, а в палатах устроять гражданские дела. С таким ответом Феофан возвратился к пославшим его. Те еще более озлобились на святого и снова отправили к нему нескольких из борища своего, чтобы призвать его уже на суд. Святой Патриарх возразил им, кто меня призывает на суд? Кто-либо из патриархов, римский, александрийский, антиохийский или иерусалимский. Если же их на соборе вашем нет, то кому мне идти? Или вы меня, Патриарха, призываете? Вы ли беззаконные будете судить меня, законного пастыря? Не пойду к явным врагам моим, которые, как лютые звери, приготовились растерзать меня без вины с моей стороны. Да и как я пойду, больной, когда не в состоянии даже встать садра? А разве садром возьмете и понесете меня? И эти постные возвратились без успеха. Тогда еретическое сборище, исполненное великой злобой, незаконно лишило сана ни в чем не повинного святого и богоугодного мужа, патриарха Никифора, и предало его анафеме, само будучи в высшей степени достойной извержения и проклятия. Они предали анафеме не только святого Никифора, но и предшественников его, святейших патриархов, правоверных и отошедших ко Господу после блаженной кончины Тарасия и Германа. Этим и закончилось лукавое сборище еретическое. Поздно вечером царь послал воина взять Никифора из патриаршего дома и вести его в заточение. Свирепые воины подступили к дому с оружием и дреколеями, производя шум и мятеж злословия святейшего Никифора и прежде бывших патриархов Германа и Тарасия. Услышав это, патриарх проследился и благодарил Бога, что сподобился таких злословий за православие. Вышеупомянутый патриарх и Фома, которому царь верил в соборную церковь Святой Софии, выучив вместе с тем и блюстителем патриаршего дома, повелел воинам прекратить шум. Крепко запер входные двери патриаршего дома, вошел к царю и сказал ему, государь, нет нужды во множестве воинов, иначе народ, услышав шум, соберется и сделает какое-либо зло. Пошли только двоих мужей, и с ними несколько слух, чтобы вынесли патриарха на руках, ибо он очень болен и не может идти сам. Царь так и сделал, приказал воинам отойти от патриаршего двора, а через час прислал двух мужей из своего дворца, и был выведен или, скорее, вынесен святейший Никифор из своего дома. Желая помолиться своей великой престольной церкви Святой Софии, он вошел в нее, поддерживаемой двумя мужами, повелел зажечь свечи и ходить семиамом, простерся на земле крестообразно и долго молился, рыдая и орошая землю слезами. Потом он встал с земли, увидев неких православных, тоже пришедших в храм и плакавших о патриархии. Он благословил их в последний раз, простился с ними со словами, сяда, я нашел вас правоверными христианами и оставляю вас правоверными христианами. И вышел из церкви. Воины посадили его на колесницы и в полность, когда все спали, отвезли на берег моря. Здесь положили его в ладью и перевезли в Христополь, в некое место, называемое Волуе, где был монастырь. Так был неповинно изнан с престола своего великий угодник Божий Святейший Патриарх Никифор после девятилетнего управления Христовой Церковью. Спустя недолгое время он был отослан далее на остров Проконнис в монастырь святого великомученика Феодора. Когда же, направляясь к этому острову, везли его на корабле мимо страны, где находился преподобный Феофан, игумен великого села. Оба святые мужа прозорливыми очами увидели и приветствовали друг друга. Преподобный Феофан, будучи в келье своей, повелел ученику своему положить в кадильницу горящие угли, зажег свечи, возложил на угле фимиам и поклонился до земли, беседуя, как бы с неким лицом, шедшим мимо. Ученик спросил его, отче, что ты делаешь? Кому поклонился и с кем беседуешь? Преподобный отвечал, святейший патриарх Никифор, неправедно изнанный за правоверие, следует заточение на корабле мимо этой страны. Для этого мы зажгли свечи фимиам, чтобы воздать патриарху подобающую честь. В то же время святейший патриарх Никифор, находясь на корабле, внезапно преклонил колено, взаимно поклонился святому старцу и, простерши руки в воздух, преподал благословение. Один из бывших святейшим на корабле спросил его, кого благословляешь, святейший отче, и перед кем преклонил колено? Патриарх отвечал, феофан-исповедник, игумен великого села, приветствовал нас и почтил зажженными свечами фимиамом. Я же со своей стороны поклонился ему, ибо и он в непродолжительном времени пострадает подобно нам. Это вскоре и сбылось. Достигнув назначенного ему места изгнания, святитель Христов Никифор провел там в тесноте и частых болезнях, терпя скудость необходимым, тринадцать лет, и перешел на вечный покой ко Господу. Представляясь же радостной душой, произнес слова Давида «Благословен Господь, который не дал нас в ловитву зубам их. Душа наша, как птица, избавилась от сети ловящих сеть сокрушона, и мы избавлены были». Сказав это, он предал душу своей в руки Господа своего. Скончался святой Никифор 2 июня 828 года, и рыдали по нем верные, а еретики радовались. Честное тело его было погребено в церкви святого великомученика Феодора. Потом, когда ереси и архи погибли, иконоборное мучительство прекратилось, и снова воссияли тишина и правоверие, честные мощи святого Никифора были перенесены 13 марта 846 года Старьград, царство Михаила, сына Пеофила и матери его Феодора, и счастью положено в Соборной Церкви Святой Софии, во славу Христа Бога нашего, с Отцом и Святым Духом, славим Его во веки, аминь. Богу нашему слава во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.